Друзья, ну вот здесь вот такой явный пример, как за 1300 рублей на человека всеми правдами и неправдами свалилось вот это вот давление. Хорошо, что человек понимает все и просто веселится, смеется над этой ситуацией. Причем это не кредит, это не долг, это просто банк сам напортачил, что называется. Ну и теперь это 1300 человека пытается взыскать. Ну стыдно, лично вот так со стороны, я понимаю, что у них какие-то там свои системы, схемы. Ну я не знаю, зачем и почему вот эти вот вещи каким-то образом не упраздняются. Ну автору спасибо, давайте послушаем, как он ведет переговоры с этими попрошайками. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, алло, звоните, да, алло. Слава Александровича, могу спрашивать? Да, сейчас подождите, пожалуйста. Не понял вас. Алло, да, здравствуй, это я. Вы Владислав Александрович? Ну я же сказал-то я. Я звонил в Минстану Сейсбанку, меня зовут Самедов, Алвин. Какого банка? Промсейсбанк. Ага, здравствуйте. Департамент по работе с должности. На сегодняшний день Владислав Александрович. Как вас, смотрите, я не услышал, я сейчас это. Как вас зовут? Меня зовут Самедов, Алвин. Самедов кто? Алвин. Как? Самедов Л.Е? Алвин. Не понял. У меня зовут Владислав Александрович. Фамилия Владислав это имя, а Александрович это отчество. Я знаю. Как вас зовут? Фамилия Самедов, Алвин. Имя Асифович отчество. Эмилин? А сегодняшний день у вас имеет область? Вы в ответе, ладно, хорошо, я слышу вас. Что не понял вам? Я не понял просто честно. Или я не слышу, потому что как бы это, пометель за связью. Или я не понял, как вам обращаться по имени отчества. Я же по фамилии к вам не буду обращаться, правильно? Просто можете по имени обращаться. Алвин. Алвин? Да, все верно. Алвин. И что, что за имя, какой я не знаю? Я не могу по имени обращаться. Как имени отчество отчество? Асифович отчество. Асифович, вам будет сложно. Нет, Асифович это как раз легко. Вот по имени что-то я не понял. Асифович? Ильин это как раз как это, как будто какой-то или фамилия, или это, или отчество, нет? Ну, короче, просто у меня связь плохая, видимо. Я просто нахожусь в рабочем боксе. Не простите, пожалуйста. Я просто не понял. У меня что-то на индукстеку обещаться. Я не могу сейчас обращаться. Я заметил, что связь прерывается, я слышу. Да, да, да. Сейчас я слышу, вы разговариваете, конечно, я слышу. У вас на данный момент имеется должность. 1325 рублей, именно по этому поводу я позвонил. А сколько копеек? Там не то. Сколько ты копеек? Ну, я вас с самого до рубля круглён. 1324 рубля 9 копеек. Если выписать. Ну ладно. Ну, иди. То есть 36 дней у вас данная ситуация имеется. Да. Какие вы меры подпонимаете, что вопрос дано было еще? Я много мертвых понимаю. Ильский запуск вам 5. Так, и вот. Как вам обращаться? Вы ко мне реально говорите очень чисто, четко, понятно. Владислав Александрович, я к вам хочу также обратиться. Ильфсив или как? Элвин Асифович. Эльвин? Элвин? Как бы ромбушки вот эти в мультике, что ли, были? Элвин и Бру... А, извините, я просто... Я просто визуал, понимаете? Элвин? Элвин, Элвин, к вам так обращаться? Элвин? Да, можете так обращаться. Элвин, это на вытенка буду. Элвин, как бы мы с каминами не переходили. Я вас положаю очень сильно глубоко. Да, вы звоните откуда получается? С города Москва? С города Москва звонил. С программщиком банком? С программщиком банка. Департамента по работе сложна. Так, вот, он именно коллектор, элвин. Элвин, элвин, элв Мар joke, корректор, корректор, корректор? Коллектор! С существует коллекторское агентство. Я вам звонил конкретерского агентства. Я звоню вам из банка. Если вам звонили конкретерского агентом, вам бы предсто отсоедramos, что... Да, они врут. иногда врубая говорят что это не там банка ситуация критичный до 1324 о том что вы находитесь данной ситуации уже вот задолженности какие вы сейчас в мире предпринимать все возможные меры предприняли то есть у вас проблема именно финансовая или что видимо проблема головы я не плачу не пойти финансовая я вот кстати знаете я вот быстро квартиру на продажу я продаю квартиру ну нет начинает на квартиру сколько четыре девятьсот у вас еще есть долги в других банках а это вообще как вас собственно трогать нет просто может поэтому вы не можете тысяч рублей не одну тысячу тысячу триста вы можете мне объяснить за откуда она сформировалась и луна объясните мне пожалуйста куда сформировалась мне просто вчера за годовое обслуживание или смс информирование нет выберете или ваши сотрудники дала собрали ноги и также вас несанкционерная задолженность на 87 что вот это вот там где что-то всегда говорить несанкционированная задолженность таким функционер задолженность это что ну это я пошел в бане на задолженность ну скрыл отверткой ваш домкомат и достал 87 рублей что что несанкционированная задолженность пожалуйста у меня уже неделю не можете открыть сейчас сделаю выписку вы вовсе в банках с вами не обращались чтобы еще я обращался я-то знаю я просто от вас хочу услышать такой несанкционированная задолженность я и в Роспотребнадзор обращался и в как вы господи называете главный банк у которого деньги берете ну поняли о чем я туда заявление написал туда и туда на эллина на всех остальных ну да надо слушать и что у вас была комиссия за обслуживание карты то есть денежных средств у вас не было значит что они у вас списались откуда куда списались вот возможно техническая ошибка нет техническая ошибка Эллен вы просто меня сейчас спасаете потому что все ваши сотрудники говорят что мы 12 рублей и пацанячих обычно перевели с одного счета на другой на карточный и взяли за эту комиссию 87 рублей и вот по этому поводу сейчас разбирается Роспотребнадзор на каком основании а если бы у меня 120 тысяч с одного счета на другой перевели бы тоже на либо 87 80 870 тысяч рублей я являлся клиентом вашего банка вы меня грубо говоря сейчас как бы немножечко у меня проблема 1300 рублей меня пугали что вы приедете понимаете ко мне приедете к моей маме к моему папе там к моей не знаю бабушке я не договорил меня придевать что вы приедете будете стоять вы не поняли меня ведь вы меня поняли не перебивайте пожалуйста вы будете стоять под дверью сейчас предъявляете нам 1300 рублей ну что я увидела жалко в офис банк обращаюсь по поводу я раньше все говорил зачем мне честно говорить я обращался в Роспотребнадзору в центробанк промсадь банка промсадь банк я сейчас с кем говорю нет в офисе нет я сейчас схема я сейчас с кем говорил отлично я обращался к промсадь банку что вы ко мне обращаетесь первый хорошо писали финансы претензии финансы претензии я писал в роспотребнадзор почему не писали может быть не писал а вас не отображается разве я вот я тогда сказал что писал когда я писал мне сказали что не рассмотрено какие действия какие действия какие действия например то что вы написали финансовую претензию ну и что что вы этого не видите разу нет я узнали именно по этому договору по какому договор я не знаю по кому договоре написал меня знаете сколько было карточек платиновых и золотых за которые платили 8 и 7000 там в год и когда ничего все нормально было и проводил через вас по проценту по 3 там 12 миллионов рублей чего нет у меня хорошо и откуда помню когда я писал претензии зачем я когда я я вам помню что неделю назад писал претензии в роспотребнадзор и центробанк это я точно помню вам еще там ничего вопрос не задавали личного мы вопросов вам никаких не задавали его задавать не будут не будут вопросы но вы поедете ко мне это ну как бы это ну камера домой поедете нет не тот самый главный вопрос сотрудник экономической запасной давайте вопрос решать давайте по всем контактным адресам которого нам когда надо какие вам без алказа вот направлен сотрудник данным как в этом указывать и вы знаете в чем проблема вы меня конечно простите честно обесплатный человек то сегодня пятница вечера немного расслабился и не поверьте меня я на вас не воспринимать принято как не то что он главка сотрудника банка как банк поймите мне правильно и если бы ваши предыдущие вот как они коллеги ваши не выбьете ли бы меня реально же 1300 рублей а нормально бы мне все приснили я бы с вами прекрасно общался либо уже давно заплатил но это дело принципа уже я хочу проверить судьбу а смысл в этом в том что вы тратите денежные средства звонят номера там какого-то восемь восемьсот или чего-либо что понимаете что у нас не в Кемерово сейчас уже сколько денег так далее но еще письмо конь пришли на заказную скоро будет еще 34 то есть это вы считаете что-то смысл именно в этом что да я считаю что да наверное я считаю почему не не может позвонить кемеровский сотрудник по месту прописки просто искать будет по клика ночью с вами сейчас я не перебивать не говорил я очень скоро вы с вами долго работали вы являетесь нашими клиентом вас много может зайти в банк мы с вами все там по шампанское решим а почему игры по шампанское вы знаете почему потому что за год я переводил по 12 14 миллионов рублей понимаете я считал садить вашим клиентам у меня юридические лица там были зарегистрированы через которые это но очень много что мы там работали делали а мне нравится а сейчас да видишь вчера был молодцом а сегодня стал холодцом и холодец так просто ритм скоба не знаешь вот а и поэтому вы можете не смотреть кто я не смотреть то что я делал для вашего банка и как мы с ним общались вы можете просто посмотреть сейчас позвонить мне как чмо русский язык он говорит как ну-ка дай-ка 1300 рублей вы понимаете все кому у меня вообще сильно я сейчас нахожусь а это уже дно просто это седьмой какой там круг ада вы данте читали ой то есть как там прямо говорим 7 7 8 7 или 9 как фок там пробовка был помните вы какой крайне или так еще ведь это мне еще предстоит 2300 рублей по поводу вашей должности не об этом об чем не об этом как я у меня больше не ограничен а вы кто по образованию экономисты затем вам это но я хочу вы спрашиваете кто я хочу с вами тоже пообщаться может быть общей темы найдем время разговор ограничено так нет но я-то трубку точно бросать не буду уже 1 наверняка бросить я точно бросать трубку не буду нет честно затем потому что потом зафиксируйте что я плохой сбоку фрукту я за 1300 готов разговаривать на ваши деньги хоть хоть перед два часа вопрос у меня вообще к повести вашего банка возникает у меня возникает вопрос то есть и вашего банка удовольствием я вы можете мне его лично телефон дать не примеряем позвоним сможем конечно не дадите я знаю он он и не приедет что самое удивительное за 1300 кто-то поедет а нет было бы здорово если бы еще на носке поехал или пошел как ломоносов ну-ка бы из сибири в москву а у нас к себе ну ладно важно слушать еще приедет сотрудник нет никогда ждать я могу пирожков на песню знаю я поставлю я вот с вами зачем общаться на вы вот вы сами с ним свяжетесь и договоритесь как я с ним свяжусь вы не дайте его контактные данные я хочу с ним связаться вам телефон его обязательно будет доставлен ну когда а как в письменном виде или смс или как или опять будете также звонить вот мне вот вас и элвин элвин честно вот блин я понимаю вот у меня тоже платить и не жалко вас звонить и не понимаете кому звонить вообще мы звонить вопрос надо звонить а по сути вы просто могли было почему вы не можете в банке взять и поднять всю историю клиента от и до не понимать кому вы звоните и были причисления что опять возглавили работу с нашим банком потому что вас есть такие понимания я же пропорту даже за должности а там уже звоним это без разницы все без разницы а зачем вы звоните до какого до шестого это понедельника я поеду я поеду стрелять медведи я буду занят до 8 в этом случае пока что я фиксирован отказ да как бы то но тут наверняка там нет банкомата там тайга вы можете с утра плата утра могу до медведев ставлю кое-куда карточка на там произведется точно я буду знать и обязателю же на выходные коробки раздавать серьезно нет давайте вы серьезно честно я-то вот что-то я а вот ладно надо гряд до элвин до элвин я опустоит датюксировал номер телефона для связи с вами если у вас тут поменяется 8 800 3 тройки на 350 не хочу не хочу вы первую трубку бросите мне да я с вами попроще до свидания вам хорошего до свидания да друзья у меня вот один только вопрос как его там этого обморок а там звать элвин элвис сусу силович по моему да хрен на него и на всю его родню он вообще сам действительно вот ему автор автору отдельное спасибо уже вот по этой теме он не первый ролик нам скидывает и мы это публикуем он ему задает вопрос кто ты элвин элвин ты кто понимаете в контексте этого вопроса он пытается достучаться до мозгов отсутствующих этого элвина ты кто вообще ты почему не понимаешь что тебе сейчас должно быть стыдно вести этот разговор продолжать его я тебе все объяснил вип-клиент до сотрудники банка просто плевать хотели на вип-клиентов и на всех остальных клиентов это уже давным давно не секрет я не буду утверждать что автор ошибается просто ну не знаю термины не буду эти эксплуатировать ошибается заблуждается для них мы стадо вот так вот стадо и кто-то там по лохмате кто-то по наоборот по пляшивее и так далее но все мы в стаде и только каждый из нас имеет возможность самостоятельно самостоятельно не с помощью банка самостоятельно вырваться из этого стада вот как сейчас продемонстрировал продемонстрировал автор и действительно показать зубы ему сказать там факью черти вот что такое вот так вот на эмоциях понимаете просто лично у меня тоже было очень много всего связанного с банками я тоже почему-то думал что я вип-клиент на самом деле все это миф не существует для банков вип-клиентов точно так же как и сотрудников они чмырят сотрудниками сотрудниками они не считаются и но в то же время как они красиво говорят мы команда там и все остальное да какая вы команда вы сброд сумасшедших идиотов которым вот эту инъекцию внушения сделали и вывод долбить и сами верите в то что вы говорите еще раз повторяю сброд идиотов и никакого карьерного роста друзья мои мои вам не светит вырастают в банках в банковской структуре до уровня каких-нибудь серьезных кресел только те кто наконец-таки понимает что такое банк и как устроена банковская система и уж точно они не будут и вот места занимать звонарей или каких-то там начальников отделов досудебных и так далее потому что здесь нужно чтобы занять какое-то место мозги у вас господа звонари господа взыскатели этих мозгов нет вот просто по факту наличия одного либо любого другого разговора на нашем канале вас этих мозгов просто нет я призываю всех своих слушателей посетителей канала подписчиков включать те самые мозги потому что если этого не делать они тоже атрофируются и перестанут самый нужный необходимый момент работать а сейчас это тот самый момент когда вот допустим если сейчас меня слушает какой-нибудь новый слушатель на этом канале сам себе задает вопрос как так почему мне чем почему я вообще оказался на этом канале елки-палки разве так можно с банками да в банках же такие крутые люди они же нам деньги дали а мы вот не платим и такие плохие значит видимо плохо работает работаем и потом не хотим работать друзья все неверно вот от начала и до конца этих утверждений все неверно вы не сможете даже если сильно захотите если будете всю свою сознательную жизнь работать перестанете спать и будете пропадать на работе вы не отдадите эти деньги даже если все должники объединяться махом и решат все надо отдать все равно не отдадут а потому что этих денег нет в природе эти деньги эти деньги не откуда взять я уже очень часто говорил что банки выдают воздух и требуют с нас с вами настоящие деньги поэтому без страха без сомнений вы можете совершенно спокойно эти деньги не платить единственное что надо не просто забить а сделать это правильно грамотно с помощью закона закон написан не для банков а для нас с вами им нужно просто уметь пользоваться если не можете нет времени нет желания нет опыта обращайтесь к юристам компании алиам либо любым другим юристам но за других ничего не буду говорить а за юристов моей компании еще раз повторю компании аля я с уверенностью заявляю что мы вам поможем выведем вас в правовом поле ситуации когда банку самому будет выгодно отказаться от претензий как мы это сделаем посмотрите ссылочку в описании этого либо любого другого ролика на наш сайт на сайте выложена видео презентация как устроена работа кредитных юристов компании аля и все вам станет понятно вы наконец-то примете то правильное самое единственное решение за ролик пожалуйста пожалуйста лайк поставьте потому что автору действительно будет приятно увидеть на нашем канале услышать свой ролик ну и подписывайтесь на наш канал если вы еще этого не сделали вступайте в группу вконтакте ссылочка на группу в описании ну и конечно поделитесь этим роликом со всеми своими друзьями в соцсетях а с вами был кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания аля всего хорошего до свидания